всем привет хочу рассказать вам о видеокарте gtx 1060 это не очень популярная модель и я ее купил и даже был немного удивлен тем что тем как она работает и что вообще выдает хотя изначально не собирался брать именно эту модель это и на 3d hercules z twin x2 значит что могу сказать по поводу этой видеокарты взял ее спонтанно потому что собирался брать полит там очень хорошая система охлаждения и этой видеокарты не оказалось и цены резко начали взлетать и я уже решил брать обычный канал инфу по этой видеокарте посмотрел как бы мне главное было система охлаждения и и чтобы радиатор был не просто там брусок алюминия какой-то чтобы радиатор был полностью продуваемый ну и желательно чтобы тепловых трубок было побольше конкретно у этой модели тепловых трубок всего 2 что меня немножко конечно стримала но посмотрев отзывы на данную видеокарту ну то есть и более ее простой модели компакт люди не жаловали говорили что карточка холодная все отлично как бы ну в компакте это конечно все хорошо нее компакта 3 фазы питания всего и поэтому она не разгоняемая ему и там один кулер стоит держи 4 фазы два кулера полностью продуваемый радиатор он такой небольшой тоже это удивило что он не очень большой такой тоненький тоненький и трубочки у него такие тоненькие никелированные и при максимальных нагрузках в играх выдавала 60 65 градусов максимум в тесте в бублике выдавала 69 градусов частоту вентиляторов оборотов я выставлял вручную чтобы вентилятор не останавливались потому что но это полная ерунда с остановкой вентиляторов греется веером зоны это не очень все хорошо но карточка меня удивила на ее частота 1508 кажется мегагерц по ядру и в бусте что-то там около 1700 с копейками но на самом деле когда я вставил ее посмотрел то она бустила 1911 то есть это удивило без всяких разгонов там всяких плюшек конечно это это не могло не радовать ну и при разгоне память там удалось разогнать и плюс 750 мегер дальше уже не стал по ядру 200 плюс 250 мегерц то есть суммарная получалась частота ее 2150 мегерц представьте себе 2150 и при этом она работала отлично никаких проблем никаких артефактов глюков то есть просто замечательно ну играя на обычных частотах потому что процессор у меня слабенький fx 6300 и он полностью конечно не вытягивает эту видеокарту ну смотря в каких играх fps удовлетворительный будем так говорить и что еще могу сказать у нее очень тихие кулера вот это меня удивило тоже там на сто процентов вращения получается где-то 2150 оборотов это слышно такой средний уровень шума но на восьмидесяти процентах например ее практически не слышно у меня блок питания самым шумом вообще вот и это конечно хорошо это просто замечательно так что еще могу сказать по ней на дросселя у нее не шумят не свистят никаких вообще проблем с этим нету потому что люди писали там именно не про эту видеокарту ну про другие там берут мсишки asus и там еще какие-то там там трещат дросселя но я всего скорее думаю что это из-за блока питания если у вас блок питания ну да предостаточно у него ватт там 600 ватт а он видеокарта трещит или блок питания трещается из-за дросселя то это всего скорее видеокарте просто не хватает мощности линии 12 вольт это очень важно в блоке питания сколько ампер выдает по линии 12 вольт например у меня блок питания по линии 12 вольт выдает 26 ампер и этого хватает головой у меня стояла до этого gtx 660 и она отлично тоже работала у нее замечательная система охлаждения я даже хотел переставить вот эту вот систему охлаждения вот сюда вот и как бы никаких проблем не было ну когда я поднял карточку я понял что это не нужно что этой системы охлаждения хватает просто с головой вот этой вот то есть она не греется сильно ну летом может быть будет под 70 не почти навряд ли может быть под 70 и то и то навряд ли поэтому ничего я не стал менять плюс гарантия как бы уже вот не 4 пиновый коннектор кулеров то есть первый раз когда я увидел эту карту я подумал что ну чё за дерьмо такая вот она ужасная не очень классно выглядит думаю я бы ее никогда не взял и тут ирония судьбы такая вот я вот я ее и взял и я полностью доволен отзыва не очень мало но на именно на вот эту на двухкулерную а вот на компакт точно такая только компакт урезанная половину вот так вот отзыва очень много пишут что вполне себе очень даже вот гонится замечательно никаких проблем вот поэтому такой вот обзорчик всем спасибо и до свидания